Ну, давайте попробуем. Ну, с переливком, только так, чтобы выходит в куски. Значит, сначала введение, потом... Так, сначала введение. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на дистанционном дне открытых дверей, который первый раз проходит в таком не очень обычном режиме. Мы сегодня расскажем вам про кафедру, которая сейчас носит название кафедры экологии и географии растений. До позапрошлого года она называлась еще кафедра геоботаники и была основана в 1929 году профессором Московского университета Василия Васильевича Малюхиным. В то время, около ста лет назад, стала очень острая проблема подготовки специалистов-ботаников, которые бы хорошо работали в полевых условиях, хорошо знали флору, хорошо знали растения, для изучения растительного покрова огромных территорий, теперь уже бывшей нашей страны, Советского Союза. Россия все-таки осталась еще огромные масштабы территории. Ну и кроме того, мы продолжаем традиционно работать не только на территории нашей страны, но сейчас, можно сказать, на территории всего мира. Нашей кафедре в прошлом году исполнилось 90 лет. И она, конечно, известна как коллектив довольно широко за пределами нашей страны. Надо сказать, что, например, один из бывших заведующих нашей кафедры, профессор Работнов является признанным в мире основателем целого направления в экологии растений, это популяционная экология растений. Его заслуги оценены многими научными сообществами. В частности, он является единственным из всей территории бывшего Советского Союза, почетным членом британского экологического общества, одного из старейших и наиболее значимых экологических обществ мира. Мы занимаемся разными вопросами. И главная проблема, главная научная задача, которая стоит, – это изучение механизмов формирования сообществ на территории суши земного шара, то есть наземной экологии. Мы имеем очень много разных синонимичных названий, которые в разных учебниках, в разных подходах и разными чиновниками используются. Это слова геоботаника, это наземная экология, экология растений, син- и аутоэкология растений, синоним геоботаники – наука растительности. В то же время, многие, несколько, по крайней мере, геоботанических институтов Европы, в Германии, в Швейцарии, которые населены геоботанические институты, сейчас переименованы в институты интегративной биологии. То есть это направление биологии, которые изучают, прежде всего, взаимодействие между разными организмами в природе. Не только растениями, но прежде всего растениями, потому что они являются основой продукции экосистем во всем мире. Мы изучаем растительные сообщества, мы изучаем растения, на нескольких уровнях организации, начиная от организмов. Мы, конечно, используем методы изучения и анатомии, и морфологии, и молекулярной биологии для познания тех или иных закономерностей, которые нам необходимы. Но наши задачи стоят в области основного биологического мировоззрения, то есть выяснения, почему те или иные виды растений, те или иные виды других организмов, обитают в тех или иных конкретных условиях, как они взаимодействуют между собой, и, соответственно, как они влияют друг на друга. Поэтому мы изучаем отдельные организмы, мы изучаем популяции, мы изучаем виды растений, мы изучаем те сообщества, которые они формируют тоже в разных масштабах, начиная от квадратных метров до масштабов континентов. То есть все, что касается географии растений, это тоже, это и входит в название нашей кафедры, флористика. Это все входит в круг наших интересов. Здравствуйте! Сегодняшняя наша лекция посвящена будет мхам. Я Игнатов Михаил Станиславович, ведущий научный сотрудник биологического факультета кафедры экологии и географии растений. Я Уланова Нина Георгиевна, профессор кафедры экологии и географии растений. И мой раздел, который я читаю и веду, посвящен именно проблемам науки лесоведения. Меня зовут Анна Федоровна Комарова, я выпускница кафедры геоботаники. В этой лекции мы поговорим с вами об использовании ГИС и дистанционного зондирования земли для исследования и мониторинга растительных сообществ. Сегодня мы с вами будем говорить о травяной растительности. Меня зовут Оксана Владимировна Чередниченко, я доцент кафедры экологии и географии растений. Меня зовут Анипченко Владимир Гертрудович, и я вам сегодня попробую рассказать немножко о том, как устроено растительное сообщество. Меня зовут Екатерина Георгиевна Ершова, я доцент кафедры экологии и географии растений. И я хочу поговорить немного о том направлении нашей науки, которую можно назвать палеоэкологией, точнее о той ее части, которая интересует, собственно, ботаников. Как я понимаю, вы проходили дистанционно Звенигородскую практику, которую вели сотрудники нашей кафедры, и ряд направлений там были освещены, но далеко не все. Поэтому я кратко сейчас перечислю основные научные группы, основные направления, чем мы занимаемся. Но сразу скажу, что необходимо иметь в виду, что работа студентов у нас совершенно не ограничивается только этими направлениями. В принципе, очень много самых разнообразных работ было выполнено, сотрудничество с другими институтами, организациями по инициативе студентов, соответственно, так или иначе относящихся к наземной экологии. Вот фактически то, что нас объединяет. Какими центральными вопросами мы занимаемся? Во-первых, первое, условно говоря, экология растительных сообществ. То есть попытки решать ту основную задачу, прежде всего экспериментальными методами, которая формируется как механизм формирования состава и структуры тех или иных сообществ. Здесь у нас довольно большая группа, которая занимается изучением естественных растительных сообществ высокогорных территорий, прямо сейчас на Кавказе, в Тибердинском заповеднике, где исследуются процессы конкуренции между растениями, изменения свойств среды растениями, долговременная динамика растительного покрова, функциональная структура растительного покрова, филогенетическая структура растительного покрова и очень много других вопросов на относительно небольшом объеме, но очень разнообразных объектов естественных, которые позволяют подойти, и здесь много уже нам введено, подойти к решению вот этой самой главной проблемы, каковы же, из-за чего зависит то, что здесь присутствуют тельные организмы, тельные виды, в данном случае, альпийских организмов, альпийских растений, и от чего зависит разнообразие сообществ, их структура и функционирование. Второе направление, которое называется на нашей кафедре, это, можно назвать, экология наземных экосистем, немножко савтологически получается, это направление, которое изучают потоки, прежде всего потоки органического источника и углерода, углекислого газа в наземных экосистемах, в связи, конечно, с очень актуальной современной проблемой, текущим изменением климата, текущим изменением содержания углекислого газа, других прониковых газов в атмосфере, и как эти изменения отражаются на современной и потенциальной будущей динамике растительного покрова в целом. Поэтому, если вас интересует газообмен потоки углерода в экосистемах, то это одно из направлений исследований нашей кафедры. Несколько групп изучают экосистемы отдельных биомов земного шара, в частности, структура и формирование лесных экосистем, умеренного пояса, прежде всего в связи с современными процессами динамики. Вы знаете, что современные процессы в основном связаны с антропогенным воздействием и вспышкой численности фитопатогенных грибов и насекомых фитофагов, которые уничтожили на огромной территории земного шара, всего земного шара, совсем не только нашей страны. Я в Северной Америке наблюдал лесные массивы самых многих видов растений. Другая группа занимается изучением луговых сообществ, сообществ, где основными доминантами являются травянистые растения. В самых разных аспектах – это и их классификация, и их продукция, и их функциональная структура – тоже механизмы формирования луговых сообществ умеренной полосы, умеренной зоны Евразии. Но мы работаем не только на территории нашей страны, мы занимаемся и тропической экологией, больше всего наблюдений и экспедиций, сделанных во Вьетнам, но также другие страны тропические, включая Африку и Южную Америку. Основный интерес состоит в том, чтобы изучать формирование сообществ, которые непосредственно не связаны с почвой, непосредственно не связаны с почвенным покровом, то есть эпифитных сообществ. Как они живут, как они функционируют, как они формируют свои внутрикроновые ассоциации в взаимодействии с грибами, с насекомыми и так далее. Это тоже одна из тематик, которая развивается на нашей кафедре. Более детально мы также изучаем экосистемы горных стран, не только на Кавказе, но и в Сибири, и в других странах. Для того, чтобы объекты изучать, безусловно, необходимо их в той или иной степени классифицировать. В нашей науке существует много подходов к классификации, но наиболее распространенной в мире является сейчас флористическая классификация растительных сообществ, и это направление тоже развивается на нашей кафедре, особенно в рамках предлагаемой в настоящее время Академии наук и Большой группы инициативных ученых глобального проекта по формированию многотомного издания «Растительность России». Наша кафедра, я не побоюсь этого слова, является лидирующим подразделением в целом в нашей стране по изучению мхообразных. Прежде всего, собственный мхов. Вот у нас несколько мирового уровня специалистов-бриологов, поэтому изучение мхов и с точки зрения систематики, и с точки зрения флористики, и экологии, и формируемых ими сообществ – это тоже одно из таких относительных направлений специализации нашей кафедры. Ну и еще одно направление – это, конечно, биографологическое направление и популяционная экология растений, которая связана с изучением уже формирования структуры отдельных растений в тех или иных условиях, и с изучением популяционной структуры, соотношения возрастных групп растений в популяциях, с изучением стратегии растений, отдельных видов растений в различных условиях, его изменениям антогенезии и так далее. То есть вот это направление, которое связано больше с организменным и популяционным уровнем, тоже развивается на нашей кафедре. Ну, поскольку наша кафедра, половина ее названия связана с географией растений, конечно, у нас очень большое внимание уделяется географическому подходу, пространственному подходу в изучении и распределении и отдельных видов растений, и в целом растительных сообществ по огромным территориям нашей планеты. И здесь мы используем современные подходы, связанные с космическими, с анализом космической информации, с анализом аэрофотоснимков, ну и с анализом, конечно, огромных коллекционных материалов, гербарных. В настоящее время, например, большую роль в формировании баз данных по распространению отдельных видов растений на международной платформе iNaturalist, в которой, возможно, вы участвовали на практике, связано и так далее. То есть современные методы изучения, распространения пространственной приуроченности, закономерности формирования пространственной структуры, то, что носит название ландшафтной экологии, они также интенсивно развиваются на нашей кафедре. И методы анализа пространственной информации, также пространственной статистики мы также широко используем в своей работе. Я хочу поговорить немного о том направлении нашей науки, которую можно назвать палеоэкологией, точнее, о той ее части, которая интересует, собственно, ботаников. По-другому еще нашу науку называют исторической экологией или экологической археологией, археологической экологией. Так или иначе, это изучение истории растительных сообществ на протяжении последних как минимум 100 тысяч лет. Палеоэкологические исследования все более и более востребованы в самых разных областях человеческого знания, человеческой деятельности. Хотя автоматические системы распознавания, определений, датификации объектов разрабатываются во всем мире очень активно, но в нашей области они еще не получили широкого распространения и повсеместного использования. И наше экспертное мнение, наш личный опыт все еще является очень важным, принципиально важным в любом полиэкологическом исследовании. Это основные группы и направления научной деятельности кафедры, но возможности для работы студентов в самых разных направлениях здесь также не озвученных имеются, поэтому никак круг наших интересов не замыкается перечисленными темами. В моих руках образец Эритрихиум нанум, собранный в Вайоминге в 1965 году Хичкоком, американским ботаником довольно известным. Это один из 1,045,000 образцов Гербария Московского университета. Гербарий является структурным подразделением кафедры и у него две задачи. Первая задача – это документация растительного разнообразия земли, ну, конечно, прежде всего России и сопредельных государств, а также его изучение. Так что вот вокруг этого документации, изучения крутится вся наша деятельность. На сегодняшний день Гербарий Московского университета является одним из очень немногих крупных гербариев мира, который полностью оцифрован и доступен любому исследователю в интернете, в любой точке земли. На сегодняшний день мы являемся вторым по величине гербарием России, занимаем, правда, скромное 60-е место в рейтинге гербариев мира, но, с другой стороны, находимся на передовой в области цифровых технологий. Гербарий Московского университета является сейчас крупнейшим поставщиком данных о биоразнообразии России в глобальную систему о биоразнообразии, GBIF. Я думаю, что работа по оцифровке фондов, с одной стороны, а с другой стороны, по общей оцифровке всех тех знаний, которые накоплены о растениях России и мира, она будет продолжаться, и постепенно те научные группы, в которых концентрируются эти данные, они будут оказываться на передовой современных технологий. Ведь, по сути, если тебя нет в интернете, тебя не видно. Обучение на нашей кафедре сочетает в себе фундаментальное ботаническое и экологическое образование. В качестве основных дисциплин я могу перечислить интегративную биологию. Это наука о взаимодействиях организмов между собой в природных условиях, экологию растений, географию растений и еще динамическую фитоцинологию и молекулярную филогенетику. В учебном плане нашей кафедры есть значительный блок ботанических дисциплин. В бакалавриате студенты изучают систематику, морфологию и эволюцию цветковых растений, а также лишайников и мхов. Также они занимаются биоморфологией и гербарным делом. В магистратуре особое внимание уделяется систематике сложных групп, таких как злаки и осоки. Есть еще много других интересных спецкурсов, например, полезные растения. На занятиях студенты знакомятся с происхождением, систематикой и свойствами полезных растений. И на одном из занятий они устраивают дегустацию тропических фруктов для того, чтобы познакомиться со свойствами полезных растений на своем опыте, а не понаслышке. Еще в магистратуре у нас есть популяционная биология растений, охрана растительного мира и дендрология. Как вы помните из летней практики, частью науки о растительности является палеоэкология. На нашей кафедре студенты знакомятся с широким спектром палеоэкологических методов. С ботаническим анализом торфа, с порово-пыльцевым анализом и фитолитным анализом. Отдельный блок дисциплин составляет частная геоботаника, то есть науки о различных биомах. В ходе занятий студенты знакомятся с растительностью тундр, лесов, как бореальных, так и тропических, лугов, болот и горных стран. Существует большое число наук о земле, знания которых необходимы для работы геоботаника. Наши студенты изучают геоморфологию и географию и биологию почв. Они осваивают современные методы, такие как геоинформационные системы и биоиндикация. Также студенты овладевают навыками геоботанического картографирования и знакомятся с основами ландшафтного дизайна. В современном мире недостаточно просто собрать данные, надо их правильно обработать и опубликовать. Если вы что-то сделали, но не опубликовали это, то можно считать, что вы ничего не сделали. Поэтому публикация – это очень важно. В связи с этим на нашей кафедре есть блок курсов по анализу данных и по публикации результатов. В бакалавриате студенты обучаются математической статистике в геоботанике и анализу геоботанической информации. В магистратуре у нас два важнейших курса. Это программирование в среде АР, которое позволяет освоить все статистические методы, которые в современных условиях нужны геоботанику. И, во-вторых, это написание научных статей. Вообще, наша кафедра очень приветствует, чтобы студенты публиковали свои результаты, не откладывали их в стол и начинали как можно раньше писать статьи. Но этому, конечно, надо учиться. Как и все студенты факультета, на нашей кафедре студенты пишут выпускную квалификационную работу. Темы работ, защищенных в последнее время, вы сейчас видите перед собой. Работа включает в себя сбор данных, их анализ и написание текста. Результаты работы представляются на защите выпускных квалификационных работ. На третьем курсе студенты нашей кафедры по традиции пишут курсовую работу по литературным данным. И потом эта работа может стать основой для обзора литературы выпускной квалификационной работы. литературным длится ровно месяц. Начинается она на Черном море, заканчивается на Белом море и делится на три региональных сегмента. Эта практика организована была изначально в 2012 году, и я организовывал ее как на первых этапах, так и организую до сих пор. Я являюсь одним из начальников зональной практики. В настоящее время эта практика состоит из трех сегментов. Студенты ботанических кафедр, в том числе кафедры экологии и географии растений, едут на южную точку, на территорию Утришского заповедника, где знакомятся с уникальной флорой и растительностью субсредземноморских экосистем на территории Утриша, где мы видим огромное разнообразие жизненных форм, редких однолетних и многолетних растений, многие из которых включены в Красную книгу Российской Федерации и региональную Красную книгу Краснодарского края. А также посещаем многочисленные ущелья, лиманы и самые разные экосистемы, которые там представлены. Для студентов кафедры экологии и географии растений мы организуем специализированные дополнительные экскурсии на самые интересные с ботанической точки зрения места. Практика в Утришском заповеднике проходит на берегу Черного моря, который, в отличие от большинства побережья Русского Черного моря, эта территория почти не населена. И, собственно, помимо нашей практики и небольших подлежащих поселений, там почти нет людей, соответственно, это место очень выгодно с точки зрения организации экскурсии. И с одной стороны, с другой стороны, оно довольно безопасно с точки зрения проведения практики. В целом там очень красиво. В дальнейшем практика перемещается на средний сегмент, а именно в Ростовскую область, где студенты знакомятся с дональными степями, которые представлены богато разнотравленными, дерновинно-злаковыми северными степями, которые отличаются очень большим разнообразием. И очень хорошую степень сохранности, поскольку большую часть степей на территории Русской равнины распахали. Помимо степей, в окрестностях хутора Соланцевский, мы знакомимся с экосистемами байрачных лесов, которые, в общем-то, уникальны и удивительны, так как это растительность, лесная растительность, она представлена и хорошо развита в пределах степной зоны, где, собственно, деревья не растут. Помимо байрачных лесов, мы проводим экскурсии в систему меловых выходов, где что не растение, то Красная книга России или Красная книга Ростовской области. Также мы организуем отдельные экскурсии на песчаные дюны, где представлены разнообразные пассомофитные растительности, ну и, собственно, сами пассомофиты, которые мы встречаем в рамках зональной практики как здесь, в среднем сегменте, так и в дальнейшем мы можем знакомиться с отдельными видами на северной точке, собственно, куда перемещаемся после среднего сегмента. Мы переезжаем в Хибины, почти на 2500 километров на север, где базируемся на территории полярно-альпийского ботанического сада. Это один из самых северных ботанических садов в мире и самый северный ботанический сад в России. Непосредственно с территории ботанического сада и с его ближайших окрестностей мы ходим в горные тундры, где мы можем видеть настоящую горно-тундровую растительность, пояса березовых криволесий и отдельных представителей арктической флоры, которые в рамках зональной практики мы можем увидеть только здесь, в Хибинах, поскольку другие группы, которые не ботанические, они ездят в другие точки, они не могут познакомиться с представителем именно арктической флоры, а только с видами гипоарктическими. Из Хибин перемещаемся на побережье Белого моря. Ботанические группы, в том числе и студенты нашей кафедры, базируются на Турии-Мысу неспроста, поскольку Турии-Мыс – это одна из самых интересных точек на всем европейском севере с точки зрения ботанической географии. Там представлены виды как типичные таежные виды, типичные гипоарктические, так и виды с восточным распространением, и виды с западным распространением, и виды, которые сюда проникают столь далеко на север, которые обычны в неморальной зоне. На побережье Белого моря мы смотрим приморскую растительность, также мы знакомимся с настоящими северными бореальными лесами, с самыми разнообразными северо-таежными экосистемами. Дальше мы идем по фантастически красивым скалам Турии-Мыса, на которых растут как виды редкие в Флоре Мурманской области, так и редкие в России, а также там представлен очень интересный эндемичный Турии-Мысский дуванчик, который является, в общем-то, одной из мечт многих ботаников. Распространение его очень узколокально. Он есть только на Турии-Мысу на протяжении где-то двух километров побережья. Больше такого дуванчика нет отдельно. Это не желтый дуванчик, как все думают, а это дуванчик с белоснежными лепестками и с толстоватыми зелеными листями. Зональная практика – это не просто практика, в рамках которой мы знакомимся с какими-то отдельными экосистемами или мы знакомимся с какими-то отдельными объектами, рисуем их, рассматриваем. Да, конечно, все это есть в рамках зональной практики. Но зональная практика, в первую очередь, это путешествие. Путешествие длиной месяц протяженностью более 4 тысяч километров, в рамках которого мы видим огромное разнообразие экосистем, мы учимся взаимодействовать друг с другом. Самое главное – мы учимся познавать природу. Ну и плюс, зональная практика – это одно из самых ярких впечатлений студенческой жизни. Бывав один раз в зональной практике, вы не забудете ее никогда. Студенты кафедры после третьего курса летом отправляются на следующую полевую практику, которая называется «Зональная практика факультета почвоведения». И мы туда прикомандированы и осваиваем сразу два предмета. Собственно говоря, это полевая геоботаника, флористика, навыки определения растений, знакомиться с ландшафтами. А второй, очень большой блок – это, собственно говоря, почвоведение, которое мы проходим практически в том же объеме, что и студенты факультета почвоведения, правда, второго курса. Во время этой практики у нас четыре традиционные стоянки. В зоне широколесных лесов – это тульские засеки в Тульской области. Дальше мы перемещаемся в лесостепь, знакомимся с остатками лесостепных ландшафтов на севере Липецкой области в окрестностях деревни Полибина. Затем перемещаемся в антрозональные ландшафты Окско-Донской низменности, поселок Хреновое Воронежской области. И оттуда совершаем также небольшую экскурсию в Докучаевский институт, где знакомимся с зональными степями, которые там сохраняются. И, наконец, четвертая стоянка, последняя – это сухие степи в окрестностях Волгограда. Ну и традиционно после интенсивных полевых экскурсий мы отправляемся на небольшой выезд на Мамаев курган и панораму в Волгограде, откуда уже уезжаем автобусами обратно в Москву. Студенты нашей кафедры проходят несколько специализированных практик. Одна из них – это практика после третьего курса по методам наземно-экологических исследований, проходящая на базе пущинского филиала Московского университета. Это двухнедельная примерно практика, которая позволяет ознакомиться с многими методами полевых и лабораторных экологических исследований, потому что база в пущине создает очень удобные условия для этой практики. Значит, это, во-первых, близкое расположение единственного заповедника Московской области, Превско-террасного заповедника, на территории которого мы постоянно работаем и делаем описание, многолетнее описание стационарных площадок. Во-вторых, это институты Академии наук, да и базы самого пущинского центра МГУ, в которых неплохо оборудованы лаборатории, которые тоже мы посещаем и часть работы выполняем на базах институтов Академии наук. Ну и в-третьих, одно из наиболее важных моментов заключается в том, что эта практика проходит в тесном контакте с многими выдающимися учеными нашей страны, которые работают в пущинском научном центре, и эти ученые читают специальные лекции, проводят занятия по отдельным аспектам наземной экологии и изучения биоразнообразия. Кажется, что вся полевая работа ботаника заканчивается с окончанием вегетационного сезона, то есть осенью и зимой ботанику в поле уже делать нечего. На самом деле это не совсем так. Наши объекты, многие из наших объектов, сохраняются, они все еще живы, и мы прекрасно можем их посмотреть, каким-то образом с ними работать. И вот в связи с этим наша кафедра организует факультативную желанию, практику для студентов, которая проходит зимой. В ходе этой практики мы знакомимся с особенностями физиологии растений и с особенностями, как они переживают холодный период времени, с особенностями их экологии, с особенностями экологии других живых организмов, которые также влияют на растительный покров, в том числе и зимой. И кроме всего прочего, мы учимся определять деревья и кустарники в безлистном состоянии. Кажется, что возможно, что без листочков они все совершенно одинаковые, но на самом деле это совершенно не так. Без листочков по побегам большинство видов также прекрасно определяется. Практика проходит в виде такого интенсива, обычно занимает несколько дней с утра до вечера, и проводим мы ее, как правило, на нашей уютной Звенигородской биостанции Московского университета. Кроме того, студенты нашей кафедры, как и других кафедр полевого отделения, зооборотонического отделения, имеют возможность участвовать в тропической практике, если она организуется факультетом, во Вьетнаме. Вот эта практика несколько раз уже проходила. Туда идет отбор на конкурсной основе. Все желающие студенты нашей кафедры принимали участие в этой практике, и кафедра оказывает всяческую поддержку этим студентам, в том числе и материальную, для того, чтобы практика не вызвала каких-либо специальных затрат. Эта практика проходит в разное время, она была раньше зимой, сейчас, по-моему, в начале лета, так и формально. Но одна из наиболее интересных практик нашего факультета. Студенты собирают материал для своих дипломных работ на производственных практиках. Практики эти могут проходить где угодно, в том числе и за пределами России. Но, как правило, студенты нашей кафедры могут поехать в разные заповедники. На высокогорный стационар в Тибердинский заповедник, в Кандалакшский заповедник, в Центральный Лесной, в Полистовский, в Зейский, в Байкальский, в Национальный парк Угра и так далее, и так далее. Наша кафедра поддерживает студентов, чтобы они имели возможность собирать свой материал, в том числе и финансово. Мы проводим исследования не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Эти территории охватывают практически все континенты, в том числе и Антарктиду. Мы проводим исследования в таких странах, как Швеция, Эстония, Германия, а также на территории Африки, в Кении и Южной Африканской Республике, в Австралии, в Южной Америке и в Северной Америке. Наши сотрудники участвуют в проектах с учеными практически со всего мира. И среди них можно выделить такие страны, как Чехия, Германия, Швейцария, Нидерланды, Норвегия, Эстония, страны Северной и Южной Америки, Азия, Китай, Япония. Сотрудники нашей кафедры побывали на всех континентах, поэтому мы неплохо разбираемся в экологии и биологии всей планеты. Кафедры экологии, географии и растений считаются полевой кафедрой, но одними полями работа на кафедре не ограничивается. Она также включает в себя ряд лабораторных и камеральных работ. Съездили вы летом в поля, набрали данных о структуре растительных сообществ, их нужно набить, обработать стилистическими и математическими методами, может быть, обучать нейросети и строить современные математические модели даже на суперкомпьютерах. Занимаетесь вы молекулярной филогенией, отправились летом в экспедицию, а затем вы занимаетесь подготовкой образцов для молекулярно-генетического анализа в лаборатории, а затем также обрабатываете результаты этого анализа. Занимаетесь вы пареоэкологией. Вы можете за один-два дня отобрать материал, который затем в течение всего года будете смотреть, изучать образцы под микроскопом, идентифицировать пыльцу и споры растений, затем все эти данные также переводить в цифровой вид, статистически анализировать, затем готовить пробы для радиоуглеродного датирования. Все это требует огромного времени в лаборатории. Главный показатель, который характеризует эффективность работы любого научного учреждения или подразделения, то есть научно-исследовательского института, лаборатории, в случае факультета, это, конечно, кафедры, это публикационная активность, которая складывается из тех публикаций, которые выходят у сотрудников. Соответственно, это либо монографии, либо статьи в журналах, либо главы в коллективных монографиях. Ну, и, соответственно, имеет очень большое значение также те журналы, в которых эти статьи выходят. Журналы очень сильно отличаются по рейтингу от топовых журналов, таких как Science или Nature, до условного вестника источных труб. В отношении публикационной активности биологический факультет на неплохом счету, но и ситуация от кафедры к кафедре сильно отличается. Какие-то кафедры публикуются больше, какие-то кафедры публикуются меньше. Кафедра экологии и географии растений в год публикует примерно сколько средний институт Российской академии наук. Скажем, если смотреть на данные по 2020 году, которые сейчас свежие у меня под рукой, у сотрудников кафедры вышло 7 монографий и 107 статей в научных журналах. Из этих 107 статей около двух третей вышло в иностранных журналах, и из них около 60 статей вышло в журналах, которые индексируются либо в App of Science, либо с Копус. И 14 статей входит в первый квартал системы в App of Science. Поскольку кафедра у нас небольшая, при перерасчете публикационной активности на одного сотрудника, получается, что это одна из самых, если не самая активно публикующаяся кафедра на втором полевом нашем отделении факультета. Данных по другим кафедрам других отделений у меня просто нет под рукой, но не исключаю, что других отделений это тоже касается. Есть очень активно работающие кафедры, но в целом их не так много. Всех интересует вопрос трудоустройства после окончания кафедры. Московский университет декларирует, что основная деятельность его это подготовка кадров для научных исследований. Действительно, многие наши выпускники продолжают вести фундаментальные научные исследования по тем темам или по другим, которым они работали в стенах кафедры. Но есть и другие области развития. Выпускники нашей кафедры занимаются прикладными научными исследованиями, работают в области охраны природы, в области экологического просвещения, в области образования, преподавая в высшей и средней школе. Среди мест работы наших выпускников различные академические учреждения, университеты, как Московский университет, так и другие университеты страны и зарубежья, различные отраслевые научные исследовательские институты. В сфере бизнеса наши выпускники работают, трудятся в сфере экологического проектирования, изысканий, экологического консалтинга, ландшафтного дизайна. В охране природы, в сфере охраны природы, наши выпускники работают непосредственно в заповедниках, национальных парках, а также в различных некоммерческих организациях, занимающихся вопросами охраны природы, таких известных всем, как Всемирный фонд охраны дикой природы или Greenpeace. Помимо образования, наши выпускники занимаются также и популяризацией научных знаний, и научной журналистикой. Заканчивайте нашу кафедру, и вы найдете свой путь в большую жизнь. Дорогие друзья, и в заключении мне хотелось бы поделиться некоторыми личными воспоминаниями, когда я находился примерно в такой же ситуации, как и сейчас, то есть выбирал кафедру, на которую поступить для продолжения обучения на биологическом факультете. Надо сказать, что вся моя жизнь со студенческих до нынешнего времени непосредственно связана с нашей кафедрой. Так вот, когда я выбирал кафедру, для меня тоже задача была не очень простая, и связана она была тем, что биологией я начал интересоваться со школьных лет, занимался в кружках нескольких, и интересовался самыми разными аспектами, ну, прежде всего, конечно, полевой биологии. И мне трудно было как-то ограничить себя и отказываться от каких-то любимых объектов. Ну, например, если я иду на ботанику, то там не заниматься зоологией, любыми грызунами, вот, или не заниматься грибами, которые тоже всегда очень было интересовался, и многими другими аспектами. Так вот, наша кафедра, на самом деле, была, наверное, единственной из кафедры нашей факультеты, которая позволяла заниматься чем угодно, так или иначе, связанным с наземными экологическими сообществами, с организмами, которые населяют нашу планету. И в своей работе у меня достаточно есть, ну, не очень большое, но значительное количество публикаций, не связанных непосредственно с ботаникой. Зоологических публикаций и токсономических публикаций, и микологических публикаций, связанных с анализом микобиоты отдельных территорий и так далее. То есть я смог удовлетворить все свои интересы и совсем не был ограничен выбором объектов. Ну и более того, многие наши студенты, они занимались объектами, которые, ну, так, напрямую, может быть, в ботанике имеют опосредованное отношение. Ну, вот одна девочка у нас делала диплом по почвенному беспозвоночному, одна девочка делала диплом по питанию птиц в альпийских экосистемах. Замечательная работа, которая потом нашла на отражение во многих статьях, были связаны с микоризообразованием растений, участием грибов в формировании корневых систем. И так далее. Я это сказал для того, чтобы вы понимали, что у нас нет каких-то ограничений на выбор объектов. Если у вас есть какие-то конкретные интересы, и вы их не смогли реализовать на других кафедрах, то, по крайней мере, есть очень большая вероятность, что они могут быть реализованы в нашем коллективе. Спасибо. Сотрудники нашей кафедры побывали на всех континентах... Тьфу! Вы кошмар. Это что? Это вторая часть. Ежегодно после второго курса Наши вкусники будут работать... Наши... Тьфу! Все.